МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цифра на замену ламповым ящикам. Крымское телевидение отмечает 60 лет начала вещания на полуострове. Как это было и к чему придет, обсудим с нашими гостями. В студии Дмитрий Штейн, генеральный директор телерадиокомпании Крым и Вероника Маргун, режиссер телерадиокомпании Крым. Здравствуйте, господа. Давно не виделись, я так скажу. Сидя перед телевизором и переключая каналы, многие даже не подозревают, каких усилий стоит и потребовалось, сколько усилий для того, чтобы телевидение стало таким, каким мы его видим на сегодня. Дмитрий Николаевич, в начале 20 века мерцающую картинку удалось передать всего на 3 метра. И это была тогда уже сенсация. Сейчас мы можем вещать не только на территорию других регионов нашей страны, но и в другие страны. Насколько расширилась география тех мест, где люди могут увидеть вещание нашего телеканала? Крым-24, первого крымского. Ну, дело в том, что да, мы стараемся, как говорится, охватить население не только, будем говорить, России, но с помощью спутникового вещания мы... наш сигнал может видеть Европа. Даже по охвату спутника, на котором мы вещаем, мы захватываем кусочек коляски. Но это, будем говорить так, одна из мер расширения сигнала. Самое главное, мы вещаем в интернете, мы вещаем в IP-телевидении, потому что сейчас телевидение больше уходит, будем, в компьютерную сферу. Это в соцсети, это в интернет-вещание, IP-TV-телевидение. Сейчас современные телевизоры, которые позволяют практически, если есть возможность, увидеть любой канал, даже региональный, на своих телевизорах и в любой точке земного шара. Верненько, 3 метра в самом начале, да, и на сегодня практически весь мир охват, учитывая тут уже IP-телевидение, да, и те возможности, которые предоставляет нам интернет. Но хотелось бы вспомнить все-таки, с чего это начиналось. 59-й год, Крым. Я слышал, что строительство телецентра могли осуществлять не в Симферополе, а в Ялте. Почему приняли такое решение? Ну, на самом деле, это считалось, ну, как бы, очень престижно. Ялта, там все правительственные дачи, и много всяких событий происходит. И само это решение принимал лично Хрущев. И как бы от него исходила эта инициатива. Но дело в том, что техники, которые, инженеры, которые приехали сюда отсматривать объект, пришли к выводу, что это нерентабельно, потому что горная местность и особенности прохождения сигнала, тогда телевидение могло работать только в прямой видимости с вышкой. То есть ставилась парабола, и сигнал должен был, как они называли, идти впрямую. И понятно, что, ну, мы знаем, как у нас устроен наш Крым, да, то есть вот эта гряда. Крымские горы, она не позволяла плавно идти сигналом. То есть вещали бы только на Ялту, по сути. Да, да, и поэтому было принято решение, что все-таки Симферополь – это центр Крыма. И, в общем-то, это, наверное, и правильно. Тогда не было же записи, и все в слове в прямом эфире. Поэтому складывалось таким образом, что... Ну, вообще, Симферополь для телевидения был не только, скажем так, творческим центром. Да, но вы знаете про космос, да, история такая. В 60-е годы весь народ жил космосом. У нас в школьном был построен такой малый ЦУП. И наша ПТС-ка, передвижная телевизионная станция, принимала участие в трансляции в приеме сигнала из космоса и отправляла его в ЦУП в Москву. Я слышал историю о том, что благодаря нашим специалистам, и именно они обеспечивали связь с космосом, Никита Хрущев принимал в партию одного из космонавтов. Да, космонавта Быковского он принимал. Но я думаю, что это была продуманная акция, как мы теперь сказали, это пиар-акция была. То есть это была именно партия даже и в космосе, что космонавты наши. И тогда это было... Но весь народ увлекался космосом, вся страна этим жила, и поэтому было так сделано. Но это было не в Симферополе. То есть наша ПТС-ка поехала в школьное, и туда приехал Хрущев. И там вот он принимал партию. За счет наших мощностей. Дмитрий Николаевич, ну вот действительно, если проводить этот вектор движения от исходной точки, 59-й год, когда в принципе началась эпоха телевидения у нас на полуострове, и до нынешнего периода времени. Конечно, телевидение характерно и свойственно, и оно в полной мере отображает веяние тех эпох, которые нам диктуют время, которые мы в принципе прошли. Но тем не менее, убрать какие-то технические возможности, да, там, современные наработки, инновации, ноу-хау. Насколько изменилось телевидение в плане подачи телезрителям и в плане восприятия этой информации телезрителям с 59-го года и вот на сегодня, в 2019-м? Ну, будем говорить так, сейчас в век информационных технологий. Раньше телевидение было чудом, я могу так сказать, потому что в квартире, когда появлялся телевизионный экран, люди меньше придавали значения тому, что какая информация с этого экрана. Это было чудо, они смотрели на эту ожившую картинку, думали, что у них кинотеатр пришел к ним в дом, да, они смотрели с удовольствием концерты какие-то, фильмы документальные, художественные. Сейчас же телевидение это в основном, да, это получение информации. Информации ежечасной, ежеминутной. И кто первую эту информацию до зрителя донесет, те каналы считаются смотрибельными и те каналы лучше смотрят. Да, поэтому телевидение, естественно, будем говорить, стремится к тому, чтобы все-таки вектор информационности приобрестись сейчас по сравнению с тем телевидением, которое было в 60-е годы. Вероника, да, пожалуйста. Дело в том, что был период, когда телевидение называли искусством, когда оно только появилось, потому что было очень много телевизионных спектаклей, всяких художественных программ, и была в этом потребность. Это еще было связано с тем, что не было записи, да, то есть эфир нужно было заполнять, и как бы круглые новости, круглый день новости не будешь крутить. Вот. А сейчас вот действительно очень четко видно, это, ну, как бы грань, за которую мы теперь перешагнули, что доступность информации, она диктует ее потребность, и сейчас действительно больше, мы теперь называемся больше не, мы не принадлежим не к музам, а все-таки мы средства массовой информации. Ну, действительно, сейчас происходит все более динамично. Вероника, ну, я вот пришел работать на наш телеканал в 2012 году, и тем не менее я чувствую вот эту сопричастность даже к тем событиям с момента основания телевидения, которые происходили за вот весь период, начиная с 59-го года. Вы чуточку, буквально чуточку больше меня здесь работаете, и, наверное, можете чуточку больше рассказать. Я вот слышал, и очень приятно вообще вот эти внутри телевизионные истории, внутри коллектива, которые ходят, иногда это просто легенды, байки какие-то очень интересные. Ну, вот пленка. Это сейчас все, ты нажал кнопку, скинул на флешку, все, смонтировал с помощью компьютера, у тебя все готово. Раньше у людей практически не было права на ошибку. Это та, когда использовали пленку. Я слышал, операторы могли поплатиться даже зарплатой за это. На самом деле это была такая очень строгая вещь, потому что начинали мы вообще с черно-белого телевидения, вы знаете, да? И, естественно, пленка была черно-белая, в нее в ее состав входило серебро. А поскольку все это было за государственный счет, каждый как бы рубль учитывался, та пленка, которая, допустим, не входила, откуда появилось название, когда мы материал делаем плохо, мы говорим о том, что это все съемка в корзину. То есть из, допустим, из трех дублей выбирался один. И вот то, что не входило в сюжет или, допустим, в фильм, это все тщательно собиралось из этой корзины, в которую оно складывалось во время монтажа, и отправлялось на переработку. С нее смывали серебро, и для того, чтобы делать следующую пленку. Ну и даже еще в 80-е годы было ограничение по употреблению пленки. То есть, допустим, на молодежную редакцию выделялось там на месяц 20 минут пленки. То есть это вот, учитывая то, что там, не знаю, 15-20-минутная программа выходила раз в неделю, то вот считайте, то есть это 5, а то и 4 минуты сюжет. Приходилось изрядно экономить. Юрий Николаевич, ну вот правда, что в редакции часто звонили в то время с просьбой, чтобы телегруппа приехала снова на предприятие или в колхоз для того, чтобы осветить их деятельность, потому что после визита телевизионщиков туда увеличивалась в разы буквально продуктивность коллектива, и вот люди действительно хотели показать, что они работают, не знаю, на камеру, не на камеру, или, может быть, телегруппа действительно обладала какими-то сверхэкстрасенсорными возможностями, которые увеличивают этот труд. Но действительно это так? Ну, я могу сказать, что это было всегда, это было тогда, и это случается сейчас, потому что к нам в приемную очень много звонков поступает, да, осветить то или иное событие. И будем говорить так, что люди действительно считают, что если к ним приедет телевидение, значит, они чем-то значимым занимаются. И они считают, что когда они говорят сотрудникам своим, завтра будет у нас телевидение, значит, все надо красиво показать, потому что вас увидит весь Крым, а сейчас это уже и вся Россия, конечно, это подстегивает. Это подстегивает, потому что человек, когда себя видит на экране телевизора, он, будем говорить, становится причастным к какому-то историческому событию. Ну, к тому же увидеть не только вся Россия, но даже часть Японии, насколько я знаю. Верина Николаевна, ну вот в Симферопольский телецентр тогда один из лучших в Советском Союзе отправляли учиться и операторов, и режиссеров, и, в принципе, представителей телевизионных специальностей. Действительно, на таком уровне была организована здесь работа, и все-таки региональное телевидение. Но, тем не менее, никогда его не считали местечковым. Но дело в том, что у нас здесь были очень хорошие специалисты, изначально как-то так сложилось. Ну, во-первых, Крым, понятно, особый регион, им уделялось всегда особое внимание. И вот первые операторы были выпускники ВГИКа. То есть их целенаправленно сюда направляли для того, чтобы... Ну, и как-то так вот высокая планка, она была задана с самого начала. Насчет того, что приезжали учиться, да, приезжали учиться, но, может быть, это не было так системной, как сейчас говорят, мастер-классы. Но обмен опытом вообще был в Советском Союзе очень распространен. И это позволяло каким-то образом, ну, и творческие работники себя ощущали по-другому, и технические работники тоже обменивались опытом. Я знаю, что у нас очень, помимо творческих работников, у нас очень много было рационализаторских всяких предложений, которые потом внедрялись по всему Союзу, например. У нас была замечательная установка для того, чтобы кабель, который камерный... Она до сих пор сохранилась в этой студии. Да, да, и сейчас не пользуются, но эта вот установка, она пошла... Как бы люди зарегистрировали рационализаторское предложение по всем телекомпаниям или региональным студиям. Ими пользуются, я не знаю, до сих пор или нет, но пользовались. Это было... Потом я помню, что были какие-то рационализаторские предложения по телекино. То есть наши первые додумались просто поставить телевизионную камеру вместо проектора, который дорогостоящий, и не всем доставался. Взяли одну из камер, которая должна была работать в студии, отправили ее в телекинопроекцион, и она работала вот до последних дней, пока у нас использовалось телекино. Ну, кстати, первая реконструкция в 1971 году произошла в нашем телецентре. Тогда техническое перевооружение, новые камеры, монтажный стол. Тогда это было в новинку, сейчас это все стоит у нас в музее, и мы считаем это раритетами. Действительно, многое меняется. Но, Дмитрий Николаевич, если говорить не только, наверное, о техническом оснащении, которое, если говорить о крымском телецентре, всегда было на, наверное, высоком уровне, да, и всегда уделяли особое внимание. Те, кто в совершенстве владел жанрами телевизионных программ. Вот целое поколение людей, которые положили свою жизнь на становление телевидения у нас на полуострове. Целые трудовые династии, которые здесь у нас, на нашем телеканале, продолжают работать, да, и передают свой опыт из поколения в поколение. Вот все те, кто стоял у истоков крымского телевидения. Много таких людей, которые не просто вот пришли с улицы, да, а которые, чьи там дедушка с бабушкой работали здесь. Потом приводили маму с папой, и они тоже здесь работали. А теперь работают их внуки. Ну, у нас до сих пор эти династии, некоторые династии до сих пор работают, и внуки, и сыновья. Ну, у нас, например, Алексей Староженко, наш оператор, он из телевизионной семьи. Его отец был оператором, кстати, он был, стоял вообще у истоков истоков, потому что самый первый телецентр, который был в Крыму, это был любительский телецентр в Керчи. И вот Виктор Николаевич Староженко, его сейчас уже, к сожалению, нет в живых, он как раз был на этом телецентре. И его жена была ассистентом режиссера, и вот их сын, Алексей Староженко, работает у нас. Но у нас еще работала и их дочь, которая была микрофонным оператором. То есть, как бы, вот, ну, я сама могу сказать, что я родоначальница династии, мой сын Олег Маргун тоже телеоператор, вернее, оператор, который продолжает это дело. Их очень много, да, вот, семья Гавриловых, да, Александр Гаврилов. И два сына до сих пор работают, два сына у него работают здесь, один инженер ПТС, другой, дорос до художника компьютерной графики, да, сделает вот все заставки, которые вы видите. И, кстати, мою заставку тоже он делал. Поэтому... Она была легендарным помощником режиссера, которая тут при отсутствии записи управлялась гигантскими коллективами, которые выходила... Ну, самый знаменитый случай я могу вспомнить. Маленький мальчик, так, долго очень шел эфир, и детский хор пел. И маленький мальчик, в общем, захотел, извините, по-маленькому. Так вот, она под камерами подползла, поднесла ему горшок и вынесла. То есть, это в процессе эфира происходило. Ну, это... Я не знаю, насколько это правда, но вот такая байка на телевидении очень долго живет. Ну, если у нас легенд немало, я повторюсь, да, Дмитрий Николаевич, ну вот мы должны, наверное, в большей степени продолжать те традиции, которые устоялись уже с момента возникновения крымского телевидения. 2014 год, переломный момент не только для Крыма, но и для всей России. Вот и сейчас уже пройдена первая пятилетка крымского телевидения уже как российского сегмента. Как вы ее оцениваете? Вы знаете, за эти пять лет крымское телевидение сделало шаг, наверное, в отрезок лет в 30. Будем так говорить, за пять лет мы преодолели отрезок в 30 лет, потому что такого перевооружения технического, будем говорить, а профессионального... Дело в том, что мы, когда общаемся с директорами других телеканалов региональных, они когда приезжают, смотрят на нашу технику, на наших специалистов, на наши возможности, и говорят, у нас до сих пор такого нет. Я думаю, нам действительно есть чем гордиться. Потому что, слава богу, нам выделили финансирование на перевооружение, на поддержку этого всего. То, что здесь творилось, будем говорить, до 2014 года, здесь было, естественно, устаревшее оборудование. Здесь были очень маленькие зарплаты у сотрудников. Здесь были убитые помещения в прямом смысле, да, от которых сыпалась штукатурка и так далее. Нам за пять лет удалось, во-первых, из одного канала сделать два, из одного радио, по сути, сделать еще три радио. Мы превратились в большой медиахолдинг, который охватывает все слои населения, начиная от маленьких детей и заканчивая людьми пенсионного возраста, которые очень интересны наши программы. Также у нас радио, как информационное есть, так и молодежное. У нас сохранилось, слава богу, оно сохранилось, оно и будет сохраняться. Это проводное радио, да, потому что мы вспомним все, мы все помним блэкаут, когда нам отключили энергию на полуостров. И только это радио могло вещать, если у людей нет электричества в доме, это радио по проводам передавало сигнал, и люди могли слышать последнюю информацию, которая происходила здесь, в Крыму. Развитие сумасшедшее. Вера Николаевна, но телевидение – это не только техническое оснащение, а в первую очередь люди, люди, которые создают этот мир телевидения, и люди, которые смотрят. Я сейчас говорю о нашей аудитории, и вспоминая, наверное, уже классику кино, когда говорили о том, что ничего не будет, да, кроме телевидения, на сегодня появился интернет, но, наверное, телевидение как составляющая. А вот отношение самой аудитории к продукту, который показывает им крымское телевидение, оно с годами изменилось? Я думаю, что изменилось в плане того, что стало, ну, как бы, меньше конкуренции, что ли. Людей, особенно после событий «Крымской весны», стало интересовать то, что происходит на соседней улице гораздо больше, чем то, что происходит где-то там за границей. И это, наверное, правильно. Но и понятно, что приятно смотреть на своего соседа, если ты узнаешь, что там дядя Вася Петров, там, не знаю, вытащил 48 деталей вместо 30. Это всегда приятно. Это, ну, как бы, вот говорят, что провинция, да, то есть мы не провинциальное телевидение, то есть у слова провинция есть такой позитивный смысл, что... Что-то уютное, свое. Да, свое родное, близкое сердцу. И поэтому, мне кажется, у нас всегда это будет. Было всегда и будет. Ветераны, которые вспоминали, вот, когда я готовил этот фильм, они вспоминали о том, что когда они первый раз выкатили камеру вот сюда у нас, перед проходной, собрался полгорода посмотреть на... И сейчас то же самое, да, мы когда куда-то приезжаем, вокруг нас обязательно собираются люди, которые смотрят, что происходит. Значит, если приехали свои, значит, будет что-то интересное. Да, действительно так. Кстати, я читал вот архивные документы, те сценарии, которые журналисты, корреспонденты новостей, и там действительно очень приятно читать, потому что писали о простых людях, рассказывали о простых людях, и настолько с душой это написано. Сейчас у нас все это происходит более динамично, потому что мы вынуждены в сжатые сроки предоставить огромный поток информации нашему телезрителю. В принципе, мы с этим справляемся. Дмитрий Николаевич, но это ведь изначально было не просто отдельный телецентр, это было два подразделения. Одно творческое, а второе, которое отвечало за техническое оснащение. Вот, наверное, не стоит забывать о тех людях, которые остаются за кадром, но которые, тем не менее, без которых, в принципе, крымское телевидение, наверное, не могло существовать. И я сейчас говорю, наверное, о тех моментах, которые не касаются творчества, но касаются организационных моментов, да, как руководитель. Вот однажды Сергей Благоволин, гендиректор УРТ, сказал, что после телевидения можно уже управлять чем угодно, даже государством. Вот у нас когда следующие президентские выборы? Не думали? 300 голосов у вас уже есть. Насколько сложно управлять такой машиной? Дело в том, что если команда единомышленников, да, то несложно. В принципе, все работают на один результат, а главное, руководителю правильно ставить цель, да, к этому результату. Когда все будут понимать, к чему мы стремимся, и что от работников требуется, тогда эта машина будет нормально, слаженно работать. И то, что касается людей, которые здесь работают за кадром, конечно же, дело в том, что это, я считаю, что это все творческие люди, потому что даже, будем говорить, уборщик, который перед эфиром моет пол, он всегда думает, как этот пол будет смотреться в кадре. Да не просто помыть пол, да, это уже человек мыслит, это все будет показано на телеэкране. Я хочу сказать, что волей-неволей, да, ты начинаешь разбираться в направлениях других специальностей. Потому что тот же водитель, который везет съемочную группу на съемки, да, он же не просто водитель, он может иногда и дать интервью, да, иногда и поддержать свет, если это надо, помочь оператору. И он уже нарабатывает такие навыки телевизионные, где, если он перейдет на другую работу, в другое предприятие, этого ничего не будет. Он просто там будет водителем. Я знаю, но у нас здесь нет просто водителей, просто операторов, просто режиссеров, просто руководителей, у нас действительно все творческие люди. Я благодарю вас за эту теплую, добрую беседу. И поздравляю вас и в вашем лице весь наш коллектив, и наших зрителей с 60-летием вещания на полуострове. Что ж, спасибо за беседу, зрителям за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в очередном выпуске программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин